МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухаралива. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Солидарности наша сила. Владимир Путин в прямом эфире обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Одним строением стало меньше. У озера Акгельск несли незаконно залитый фундамент по строительству дома. Овощи из нашей республики в Санкт-Петербурге. Дагестан начал поставки овощей в сетевые магазины Северной столицы России. Сегодня в 16.15 по московскому времени Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом. В связи с угрозой распространения эпидемии глава государства объявил следующую неделю нерабочий. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что данные выходные позволят снизить скорость распространения коронавируса. Обращаюсь ко всем гражданам. Не полагайтесь на русский авось. Это может коснуться каждого, отметил он. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Во время своего обращения к нации президент призвал россиян поберечь себя и своих близких и соблюдать все рекомендации. Кроме того, были анонсированы меры экономической поддержки. По словам главы государства, экономика России испытывает сильное давление. В сложившихся условиях необходимо оказать поддержку тем россиянам, которые могут столкнуться с потерей работы. В связи с чем предложено увеличить максимальную выплату пособия по безработице с 8 до 12 300 рублей. Президент заявил и о необходимости поддержать тех, кто оказался на больничном и предложил установить норму выплаты по больничному, рассчитанную из суммы не менее 1 мрот в месяц. Семьи, которые имеют право на маткапитал, смогут также получить дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Также президент пообещал россиянам отсрочку выплат по кредитам. Предложено предусмотреть каникулы как по ипотечным, так и по потребительским кредитам. Речь идет о заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократится более чем на 30%. На них штрафные санкции из-за просрочки платежа распространяться не будут. В ходе выступления Путин отверг возможность закрыть Россию. По его словам, из-за географических особенностей страна не может отгородиться от других государств. Кроме того, Владимир Путин сказал, что голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, надо отложить, пока ситуация не нормализуется. Всего за сутки число заразившихся коронавирусом выросло с 495 до 658 на 163 человека. А в аэропорту Махачкалы экстренно приземлился самолет Москва-Дубай. Об этом сообщают РИА Новости. По информации источника, лайнер направлялся в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы вывести из страны российских граждан, оказавшихся во время карантина за пределами России. Всего Победа планировала выполнить 4 вывозных рейса. Однако в ходе полета стало известно, что авиационные власти Арабских Эмиратов аннулировали ранее выданное разрешение, после чего борт был вынужден приземлиться в столице Дагестана. При этом в авиакомпании добавили, что выданное ранее разрешение на вывозной рейс у Победы аннулировали впервые. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники администрации Ленинского района Махачкалы совместно с представителями правоохранительных органов снесли фундамент по строительству дома у озера Агель. В мэрии столицы отметили, что ситуация с территорией вокруг озера находится под постоянным мониторингом и контролем администрации Ленинского района. Напомним, что в течение последних нескольких недель широко обсуждалась тема массовой гибели рыбы в озере Агель, а также проблема стремительного обмеления водоема. Так, в исследуемых образцах воды было выявлено превышение содержания магния, натрия, фенолов и синтетических поверхностно-активных веществ, которые составляют основу моющих средств. Дагестан начал поставки овощей в сетевые магазины Санкт-Петербурга. Так, по данным Минсельхоза Республики, одно из сельскохозяйственных предприятий Республики уже отправила в северную столицу России 50 тонн капусты. А в скором времени будет налажена поставка фруктов, томатов и огурцов. Подробнее расскажет Патима Тханапова. Две первые фуры в северную столицу уже отправлены. В целом необходимо поставить более 500 тонн капусты. Согласно договоренности, они должны быть отгружены до конца апреля текущего года. Так, дагестанская капуста окажется на прилавках питерских магазинов. На сегодняшний день идет поставка овощей, произведенных членами сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фатан». Решаем вопросы наших производителей, чтобы они могли реализовать свою продукцию в большом количестве. Так как напрямую работать у наших физических лиц и ЛПХ не получается, так как там только по перечислению и по договору только можно поставлять. В общем, решаем вопросы, проблемы наших сельскохозяйственных производителей. Члены кооператива намерены сотрудничать с Санкт-Петербургом на долгосрочной основе. В планах поставлять томаты, огурцы, фрукты и другую продукцию, выращенную на дагестанской земле. В поиске партнеров активную поддержку оказал и победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан». 50 тонн капусты, которые выходят из республики в белую по белой схеме, где оплата происходит официально через банковские счета, через расчетные счета. Ну, это та помощь, которую мы смогли оказать. Мы и дальше намерены искать и расширять рынки сбыта. Это сотрудничество на перспективу, дальше больше и ассортимент тоже будет шире. Это первая пробная партия, которая уезжает сегодня. В Дагестане ежегодно производится более 1 миллиона тонн овощей. 60% из них приходится на капусту. Ее выращиванием в крупных масштабах успешно занимаются овощеводы Левашинского, Акушинского, Дзербенского, Буйнакского и других районов. В большинстве своем капусту сажают в личных подзобных хозяйствах. Поэтому в приоритетах государственной аграрной политики важное место отводится развитию кооперации малых форм хозяйствования. Ватимат Ханапова, Мурат Бигбарцев, Новости ННТ, Левашинский район. Махачкала к весне готова. В питомниках городских служб уже выращены десятки тысяч цветов, которые украсят столичные клумбы. В скором времени они будут высажены в парках и скверах города. Однако, как сообщает мэрия столицы, очень огорчают многочисленные факты вандализма. В прошлом году с городских цветников было вырвано множество растений. Городские службы в очередной раз призывают махачкалинцев бережно относиться к этой красоте. Все эти цветники и клумбы – результат тяжелого труда озеленителей и сделаны для того, чтобы горожанам было комфортно и приятно жить в столице. А гостям наш город запомнился красивым и ухоженным. Место будущего столичного парка, получившего название «Сквер Шахидов», посетил министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов. Здесь, на аллее памяти героев, отдавших свою жизнь ради укрепления мира и единства в Дагестане, он посадил именное дерево в честь бывшего министра по национальной политике и делам религии Загира Арухова, проработавшего на этом посту с 2003 по 2005 год. Арухов был видным российским государственным деятелем. В 2005 году он погиб в результате взрыва, прогремевшего в подъезде его дома. «Очень удачное место для этого парка, парка памяти, сад памяти. Как назвали, это и идея очень хорошая, и здесь очень густонаселенный район города Махачкалы. Данное дерево мы сегодня посадили в честь нашего Загира Арухова. Вы знаете, он руководил министерством, был министром по национальной политике. И тем более приятно, что в этом году мы отмечаем 30-летие с дня создания Министерства по национальной политике, соответствующего органа. Вот. А вот эти мероприятия будут, кроме всего прочего, влиять на духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание и молодежи». Ранее на территории парка уже были посажены деревья в честь погибших богословов, общественных деятелей и журналистов, принципиально отстаивавших свою позицию и честно исполнявших свой долг. Всего организаторы планируют высадить более 50 минных саженцев. Это долговечные благоухающие липы, привезенные из-за рубежа. Помимо деревьев, на благоустроенной территории возведут мемориал в честь погибших богословов и установят два фонтана, построят спортивную и детскую площадки. Более 2 миллиардов рублей планируют выделить Дагестану на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в 2021-2022 годах. Об этом стало известно во время видеоконференции министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с представителями субъектов Северокавказского федерального округа. С просьбой увеличить объем финансирования из федерального бюджета главе ведомства обратился вице-премьер правительства республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. Он отметил, что обеспечение население качественной питьевой водой является острой проблемой для региона. Уважаемый Дмитрий Николаевич, хотелось бы обратиться к вам с просьбой увеличить объем финансирования указанного проекта из федерального бюджета ввиду высокой значимости обеспечения качественной питьевой водой населения республики, где многие годы этот вопрос не решался. В проекте бюджета, в бюджете Российской Федерации на 21-й год, Ягодистана предусмотрено 900 миллионов рублей на 21-й и миллиард 300 практически на 22-й. Коллеги, чтобы не было в повторении ситуации прошлого года, когда вам внулили 20-й год, вам нужно до 1-го сентября весь пакет документов на 900 миллионов рублей внести в Минстрою. Тренер и отец российского бойца смешанного стиля ММА Хабиба Нурмагомедова. Авдулманаб Нурмагомедов отреагировал на новость о том, что абсолютный бойцовский чемпионат UFC может провести поединок его сына в США. Об этом он рассказал РБК. Несмотря на информацию о вероятном проведении боя во Флориде, Нурмагомедов отверг вариант с арены в США, так как на территории страны организация соревнований запрещена. Боя в Америке не будет. Это железно, заверил наставник 31-летнего чемпиона UFC. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин